Танковый фестиваль 2019-го И вашего у противников Личный жетон покажет, кто есть кто на поле боя Он отобразит достижения, которыми вы гордитесь по праву С ним все увидят, что вы достойный противник Всем привет, друзья! Самой, наверное, главной и центральной фишкой патча 1.10.1 Это, наверное, эти личные жетоны Потому что все остальное, что здесь есть, оно настолько местечковое И касательно не для всех, наверное, игроков, не всех это коснется И всем, наверное, все равно Но вот личные жетоны это, типа, главная обложка этого выпуска очередного журнала Очередного нового патча И у меня здесь что-то прямо заболело И если на коммуникацию, которая тоже была весьма провальной Она до сих пор какая-то унылая Хоть и стала однозначно лучше Почему они делают плохо сразу И потом это правит Для меня большая загадка На мой взгляд, с личными жетонами здесь все настолько на поверхности Настолько все очевидно И настолько неудачно сделано Что я решил даже в этом видео высказаться А если вам понравятся мои идеи Или у вас есть еще лучше свои идеи Да пишите в комментах А если понравились, то поставьте лайк Может быть в будущем эти идеи лягутся в какую-нибудь там варгейминскую движуху И, наконец, мы получим вместо этих жетонов чего-нибудь интересное А что у нас в игре есть интересного, друзья Вот кроме того, что выкачать и купить танки Кроме того, что ЛБЗ Есть всякие побочные штучки Ну я не говорю про всякие там эти марафоны Эпизодические или фановые ивенты А вот то, что на постоянку есть Варгеймингом, на мой взгляд, это отличная идея Отметки на ствол Это довольно скромно То есть ты не бросаешь в лицо каждому убитому Тобою пацану, какая у тебя отметка на стволе Ты просто с ней едешь и играешь Те, кто видит, те и видят Даже можно в настройках это все дело взять и отключить Эти отметки, чтобы они не раздражали Ну если тебя, допустим, они бесят Вот здесь целый вот такой пунктик И он, главное, что удивительно работает В отличие от того, о чем мы поговорим дальше И это очень элегантно Тот человек, который придумал отметки Систему их начисления Их внешний вид И вот все, что с ними связано Это гениальный человек Если этот же человек придумал, например, еще и декали Бугомерзкие эти То для меня это вообще загадка Как один человек может родить гениальную идею И не гениальную Я уверен, что это разные люди Я имею в виду вот эти вот декали Этапные Ну типа, как они Вот ты мастеросиков там набрал Их наклеил Народ, конечно, обмазывается Потому что, ну не каждый купит тебе Какой-то красивый там 3D стиль Это же за бабло все продается А так декаль как бы лишней не бывает Но это настолько беспонтовая Потому что ее продают Это не бесплатно То есть ты ее покупаешь за золото Одну дают бесплатно, а две клей Ну ладно, хоть одну бесплатно Бог с ним Но суть такова, что это вот уже Является какой-то зашкварной темой То есть ни один статист Если у него там какая-нибудь Желтая декаль третьего уровня За нанесение там этих всех мастеросов Он ей не будет козреть Потому что это как-то по-детски Ну типа, это как ходить с розовым шариком В хорошее мужское общество Ну типа, это, во-первых, достижение несерьезное Во-вторых, есть тут декали Которые вообще не имеют отношения Никакой логики к здравому смыслу Ну типа, провести 100 боев на машине Это что нахрен, достижение? Бота включил, и он тебе 100 боев провел У тебя декаль Стыдно Вот эти декали все, они стыдные Ну кроме, наверное, может быть там одной Какая из них хорошая, дай бог памяти Типа, воин, тоже все фигня Уничтожить Ну может быть, на фраге Но это тоже все гриндится В этом нет скилла В этих декалях нету ничего Кроме того, что вот ты просто играешь Они у тебя набились Тысячу боев на машине сыграешь Все декали соберешь Какого там прикола? Никакого, как играть тысячу боев на одной машине И вот, к чему я Тихо, поспокойнее И к чему я И появились у нас, наконец, эти вот новые Так, где они? Вот здесь они находятся И появились новые личные жетоны Типа, тоже очередной из элементов Чтобы ты мог выделиться И типа, проявить себя А заодно и потратить кучу своего времени Чтобы их там, ну, получить, да? Выковать самый красивый, имбовый На себе мега-жетон Во-первых, что в этом деле хорошего? Что какая-то очередная маленькая цель? И очередное варгейминское начинание Что в этом деле плохого? И здесь целый список у меня Во-первых, я считаю, что совершенно неуважительно к нам Рожать нам вторсырье И посыпав небольшой крупицей новой соли Выдавать это как за новинку То есть, вот это все было придумано на фестивале На танковом фестивале еще в прошлом году Это было новое, они были веселые, фановые И было прикольно Ну, потому что ты знаешь, что, к счастью, они скоро уберутся И бог с ними, да? И туда же им и дорога Но варгейминг взяли и поленились даже нарисовать новые паттерны Для этих вот фонов Все это было Компания с многомиллионными там этими оборотами У которого в штате и вне штата существуют Наверное, десятки, сотни художников Различных там арт-дизайнеров Кто угодно Они взяли нам и на лопате Вторсырья с прошлого года закинули Типа вот вам Ну неужели вот это что? Это единственная хорошая картинка леса? Ну почему хотя бы новое не нарисовать? Почему хотя бы не сделать что-нибудь? Черт возьми, здесь нового Здесь все вторично И все настолько бессмысленно маленькое Что даже страшно Например, фоны Их всего 24 А почему не 224? А почему не 2000 фонов? Ну вроде бы кажется Да вы охранили 2000 фонов На кое они нужны? Ну так и в этом был бы смысл Уникальность Уникальная комбинация И она была бы Ну вот настолько вот Вплоть до того, чтобы на этом фоне Можно видеть не только, например Какие-нибудь узоры А изображения, фотографии Может собой узор загрузить Или не знаю Фотографии Ну я уж не говорю на фотографии блогеров Бог с ним Ну что не, фотографии серба Я бы хотел, чтобы у меня, например Был Сергей Борисович Буркатовский На таком жетоне Вместо, например, носорога А почему нет? Ну что вы, что вы Там и начинается это вот все И получается, что это все Куцая, вторичная Беспонтовая какая-то шляпа И цель, задача которой Подается как? Ты типа его натюнишь И когда врага ты убиваешь Ему в рожу оно вылетает И он видит, что тебя убил Реальный профессионал Хотя это раздражало Еще и станкового фестиваля всех И в доказательстве могу показать вам Вот такой вот Типа скриншот Сета с ютуба Где об этом рассказывалось Более подробно Единственное, что игроков волновало Как эту шляпу Отключить сразу же Чтобы ее больше не видеть Потому что никому не прикольно Разглядывать какие-то жетоны Когда ты и так получаешь Небольшое расстройство На тебя уничтожают Еще и тебе бросают кусок дерьма Чужого в лицо Нако погляди Кто тебе на голову Этого всего дела положил В этом нету никакого Ни малейшего интереса И смысла И все это сделано Опять так же точно Вторично И хоть и продумана Здесь якобы Вот какая-то есть логика Три типа пути развития Это вот ты типа гриндишь Если ты играешь в эту игру давно Это ты типа мастер Если то ты получаешь И тебе тоже там высокого уровня А это просто ситуативная хрень Случилась в бою Какая-то редкая медаль Вот тебе выпало Вот чтобы получить какое-то яблочко Тебе нужно там Сколько-то надамажить Что здесь написано Ну вот максимальное уровне Содействия Приподнять Короче говоря В одном бою Все это полная херня Полная Причем Она еще и глючная Она еще и в настройках написано Что ты можешь поставить галочки Чтобы это все дело не работало Так она у меня тут и стоит Даже ссылочка есть Что она не будет работать Только спустя следующий бой Но даже в этом случае При выключенных галочках Она все равно все показывается Она все равно все не работает Каким образом это тестировалось Я не понимаю Кто Какой человек Вкладывал в эту Какой-то смысл Которого я тут не вижу Я тоже не понимаю Итак Если бы эти жетоны Например Делал бы я Как бы я хотел их видеть Во-первых Очень важная хрень Они не должны Никого раздражать Отметки на стволах Никого не раздражают Ты скромненько с ними едешь На твоем танке Они нанесены И все ок И тебя как бы Ну ты радуешься этим отметкам Ты понимаешь Что не все поймут Даже что они означают В бою Всем там Господи Кто бы в них разбирался Но иной раз Рядом стоящий союзник Поймет Ага У него три отметки Значит он Самый наверное Крутой игрок Который только может быть И он Ну типа Даст мне уверенности Что мы с ним победим Или типа Я буду помогать Чтобы он больше жил Больше помог там И что угодно Короче В отметках есть Цель В них есть сложный путь И там Он на каждом танке Свой и сложный И это Это честь И крутость Эти черты в отметке Здесь нет никакой чести Потому что Ты нагриндил себе 333 мастера А сколько Нужно Сотку И ты поклеил себе Какой-то Якобы Ты чего-то Достиг Или вот Моя любимая медалька Ты просто Шесть лет провел В игре И вот тебе Самая крутая Искрящаяся Личный Жетончик На кой оно хер надо Кого оно должно впечатлить Тем что я давно в эту игру играю Для таких сотни тысяч Это не впечатлить Это не достижение Так вот Мое предложение Каково Во-первых Вот это все Сделать только Исключительно Для сравнения И соревнования Чтобы игроки Друг перед другом Ну как бы сказать Демонстрировали Эти медальки По запросу Например Я вот открываю достижение И допустим Здесь было бы Тот самый жетончик Который игрок себе сделал Вот эти все Значимые награды Нужны ли они Вот кто-нибудь Смотрел Сколько у меня на аккаунте Например Медали тактик На нее Насрать Всем такую гору Как и медаль Найдина Какая угодная медаль Все это можно смело Взять Убрать Нахер отсюда И поместить Сюда например Жетончик И в этот жетончик Впулить Все там эти Две тысячи Вариантов фонов Какие-то угодно Комбинации Персонализации Донатную часть К нему прикрутить Чтобы он например Не просто был Не просто был Какой-то там Жетончик А ты например Тыщу голды заплатил И он тебе не красным Искрит А каким-то фиолетовым Или каким-нибудь Там я не знаю Электричеством Парскайт Или какими-нибудь Там пикулями Я не знаю Может быть с него Чтобы масло капало Моторное Что угодно можно сделать Чтобы просто Ты визуально Добавлял И ты ее прокачиваешь Причем ее видят Тогда когда заходят Тебе на страничку Например Или ты можешь Я не знаю Или например В игре у нас есть Какой-то Вот тоже В достижениях Есть различный Зал славы Круто же да Здесь есть рейтинг По достижениям В рандомчике По технике И вроде бы Было бы круто Раз сюда поставить Третью штуку Рейтинг Самых крутых Жетончиков Дикого запада И ты смотришь Там какие они бывают Ты заходишь Вау Ни хрена Народ Что там прокачал себе И тоже потихонечку В тебе рождается Эта маленькая идея Что-то там С этим жетончиком Выкручивать Я уже не говорю Что там мертвый Сам по себе Конечно зал славы Который как видите Работает потрясающе И феноменально Ну вот Этому рейтингу 100 миллионов лет До сих пор Он работает вот так вот Уж явно не модики Мои виноваты В том что он у них Не работает Ну и бог с ним Возвращаемся К нашим этим баранам И все это могло бы Увязаться Все эти разнообразия Комбинаций С весельем С каким-то Ну то есть некоторые Должны быть какие-то Рарные Например наградки Которые больше Уже не получишь никогда Как шмот в пубге Например Там какие-то есть вещи Которые выдавались Кому-то раньше Там всяким Альфа-бета-тестером Или играющим В первые дни Потом они никогда Их можно было бы Продавать А потом Почему бы не сделать Кстати еще здесь Возможность Обмениваться Элементами Коллекционными Всех этих жетончиков Обмениваться Например Чтобы не было Какой-то там Не знаю Голдовой Лихорадки Чем-нибудь Чтобы это Эквивалентно Например Друг с другом Обменялись Разными Там этими Две за одну Две каких-нибудь Сиреневых За одну красную Ну вот что-нибудь Такое Знаете Чтоб это был Какой-то рынок Какая-то движня Ради которой Ты бы играл В эту игру Мы же в нее Любим играть Я не говорю Что-то плохо все И говорю про то Что жетоны эти Говно И вот Кстати зацените Я потыкал в меню И что теперь мы имеем Вот оно Это отлично Это точно не модики Мои виноваты Это Вот Вот как оно работает Вот слева Теперь у нас Бегуночек Первый день патча Называется Сюда же Можно было Привертеть Какие-нибудь То есть ты получаешь Чего-нибудь Да какой-нибудь Там очередной Новый этап Для жетончика И у тебя Для каждого Были расписаны Какие наградки Ты получишь Не просто циферку А наградки Серебришка Золото Резервик какой-нибудь И может быть Прям танчик маленький Какого-нибудь Там набираешь Тебе Десятый уровень По уничтоженной технике Получаешь Какую-нибудь ПТшечку маленькую Пятого уровня Какую-нибудь Премиум Ну и там Редкую Или что-нибудь Эти ПТшки Пятого уровня Игру не сломают В пятом уровне Никого-то в нормальных Соро не играет Игроков Все как там В 8 плюс Примерно Держатся на песке Полное безумие В игре Бесполезное Ну в общем Вы понимаете Про что я Здесь можно придумать Было столько интересного Сколько даже Фантазии бы не снилось И в это бы Лично я бы дрокал Я бы с радостью Быть Не знаю Пытался себе тюнить Самый крутой жетон Потому что Нет его ни у кого И он не так давить Он нужен Чтобы там Не знаю Бросать Когда ты кого-то убиваешь Ему в лицо Этот свой жетон Чёртов Нет По запросу Ты заходишь Или может быть Не знаю Вот в тех же ушах Допустим Наводишь На игрока Вот ты допустим Умер Наводишь на игрока И там появляется Его жетончик Там в бою Можно посмотреть Чтобы они Не были раздражителем Тогда когда тебе И так не весело Чтобы они были целью И очередным Таким фановым гриндом И без этого Типа налёта У нас было На танковом фестивале Несерьёзно Всякие там носороги Мы больше не хотим Носорогов Мы хотим Чтобы было красиво Стильно Чтобы было сурово Для мужиков Наших работяг И наделали Всё равно Одних и тех же Носорогов Яблок и дикобразов Зачем это было Говорить в официальных Видео И так далее Не очень понятно И посему У меня Короче говоря Вот эти вот вопросы Вот я опять потыкал В меню Теперь бегунок Стал справа Теперь он В дно упирается Как оно работает Вот вы понимаете Как оно работает Я нет Так оно вот и работает Как-то Больно И страшно Потому что Wargaming По какой-то причине Подумали Что дать нам Вторичную Уже готовую Придуманную идею Просто упорядочить Их в какой-то Вот табличный блок Это будет то Что игрок схавает И скажет Что я вижу Что игроки Ну в смысле Разработчики Действительно думают О том Чтобы нас развлечь Как-то добавлять Нам новый челлендж Или новое веселье Они реально думают Что мы Это вот так вот Случится Что вот никто Не заметит Какая здесь Стопроцентная Ну мега халтура То есть Всё это Сверстать Тяпляпнуть И забахать В клиент Ну если бы я умел Да если бы я вот это вот Всё знал Там формы эти проектировать Я бы наверное Был бы сделал за день Это не достижение Какого-то патча Это не какая-то веха Это ничего вообще Это просто Пустой пук в воду Не ради чего Ради того Чтобы в очередной раз Все сказали Картошка Ты сделал опять Какую-то шляпу Мы это отключим В первый же день И вместо этого Ты попытаешься Это отключить В первый день И у тебя Оно не получается Потому что Оно не отключается Оно по-прежнему Высвечивается И как вот потом После этого вот верить Во всё хорошее И в добро во всём мире Я не понимаю Я не понимаю У меня очень сильно Грит из-за этого Потому что Как будто им на срать стало Не должно быть так Они должны придумывать Всякую годноту Потому что Это не первая игра в мире Где есть всякие достижения Ещё раз Мега-рарное Бесконечное количество Шмоток в пубге Там есть сеты Этих шмоток И так далее Это можно отыграть Через жетон Ну я уж вообще Не говорю к слову Говоря Почему здесь Вообще жетон К чему он У нас же Не шутер какой-то Когда вот всё Как в танке Экипажа Если жетончик Это каждый там Нагрудный знак Типа у нас тут Четыре танки Почему когда Я убиваю Какого-нибудь Деликого Херрика Моего уничтожают Почему не четыре Жетончика с меня срывают А какой-то мне один показывают В этом логики даже нет Никакого смысла Жетончик используется Просто как якобы Военная Персонализированная Табличка Ну типа В этом нету Смысла Для нашей игры Ну раз Смысла нету И конкретной Привязки И ограничений К жетончикам Нету Так сделайте здесь Чёртов цирк Костомки Продашки Рарные элементы Какая-то несусветная Ересь Возможность нарисовать Самому там чего-нибудь Ну ладно Это плохая идея Конечно Потому что там будет Одна нецензурщина И прочее Нельзя игроку это Давать делать Ну короче говоря Просто разнообразить Сделать какие-то Голосовалки Где какие-нибудь Например Интересные варианты В этих жетончиков Сделанные Игроками Или просто на выбор Чтобы они были сезонные Ну типа Вот у тебя в этом сезоне Например 24 вот таких вот фона Типа ты успевай Потому что Будет через месяц Например Следующий пак А этих уже не будет Будут новые И типа Ты чтобы успел Все за гринди Ну игрока Это же влечет Да все собрать Я не хочу ничего пропустить И разрабам Там тоже плюс У них онлайн Скачет Все играют В эту игру Ради жетончика Ну боже мой Столько идей Ребят У меня столько идей Если даже собрать Все в кучу Это получится Даже несколько вариантов И они все И каждый из них Был бы офигенный В той или иной степени Конечно Идеальный вариант Это комбинация Всего этого Чтобы все было в балансе Но в любом случае Вот это вот Полное говно Полное И просто Горько и печально Что ну типа Че им это Никто не сказал Там у них внутри что ли Ну типа Никто не подумал о том Что это полная херня Это не работает Это неинтересно Это неинтересно Это не для чего Это не круто Не круто Круто чтобы было стильно Модно Молодежно Чтобы было ярко Интересно Вы видели какой-нибудь Ствол в CSGO Там столько наклеек Столько скинов Все друг на друге Нашлепано Наляпано И как бы На это дрогают Это стоит даже денег Там целая торговая площадка есть Я не говорю что нам она здесь нужна Но просто Ну рынок Игр других Явно и четко показывает Что если у вас Жетончик С намеком На военную игру Аля шутер какой-нибудь Пусть только про танки То здесь должно быть Всякое Из других игр А вы что думаете Ребят Добавляйте каких-то мнений В комментарии Поддерживайте лайком Если вы согласны Что получилось Как-то жиденько у картохи Ну и до новых встреч Подписывайтесь на канал И в общем Это вот все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok